МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Кому мешал Ржига в Питере? И кто довёл его до слёз? Увольнение тренера, эмоции или интриги? Как выжить в подмосковном Атланте? Принципы Сергея Светлова? Тренер подписал контракт, его назначили на должен главного тренера. Жди увольнение. Локомотив возрождения. Уроки русского для мистера Роу. Я люблю Борж. Я очень люблю Борж. Континентальный кубок. Эксклюзивные кадры приключения башкиров в Италии. Здравствуйте. Это программа «Хоккей России». Здесь мы обсуждаем самые актуальные новости, прошедшие хоккейные недели, с теми, кто имеет на них особый взгляд. Отставка Милоша Ржиги. Тема слезливая для одних и логично расчётливая для других. Мне сразу вспомнился сезон 10-11, когда локомотив, занимавший второе место в конференции, вдруг увольняет Суйканина. Формулировка руководства ярославцев была схожа с питерской. Единственное, что в Лока не было фактора «Х» под номером 17. Предположений множество, но всё правду мы скоро не узнаем. Но, кстати сказать, бросилось в глаза, что в прессе все стороны ведут себя очень корректно и немногословно, будто ждут чего-то. Версия нашей программы «Как всё происходило на брегах Невы» в материале Артёма Дроздова. Буду играть только такие, которые будут дисциплинованы. Поэтому этой команде нужно, чтобы играли дисциплиновые игроки. Потому что много удалений опять сегодня в троём. Это не может быть, потому что к этому потом стремится плей-офф, а в плей-офф это видно. Это исторические кадры. Пресс-конференция после матча СК «Витязь» Милош Ржига отвечает на вопросы журналистов. Он ещё не знает, что это общение с пишущей братьей станет для него последним в качестве рулевого СК. Всё нормально. Поверьте, это решение не стало для меня шоком. Честно говоря, я давно этого ждал. Даже в какой-то момент хотел. Поэтому сейчас чувствую облегчение. Конечно, я чувствовал, что всё к этому идёт, но предполагал, что руководству дождётся выезда, чтобы мы всё проиграли, и уже тогда после поражения меня уберёт. И всё же, думаю, руководство СК допустило ошибку. Им надо было немного подождать. Повторю, я ждал отставки. Знал, что она случится рано или поздно. Как каждый человек знает, что рано или поздно он умрёт. Хотя, конечно, я не думал об этом каждый день. Значит, выходит, ожидал наш многоуважаемый пан подобного решения. Вопрос, так почему же он ничего не смог исправить в такой ситуации? Давайте отмотаем время назад. Первый раз вопрос об отставке Ржиги встал прошлой весной. Руководители хоккейного клуба «Сберегов» Невы, недовольные бесславным поражением в финале западной конференции от «Динамо», всерьёз рассматривали возможность досрочного расставания с импульсивным чехом. Тогда обошлось. Боссы СКА сменили гнев на милость и дали Ржиге ещё один шанс с условиями отладить игровую систему, навести порядок в обороне и больше доверять молодёжи. Однако нынешней осенью ничего нового в игре своей команды патроны армейцев не увидели и решились на кардинальные меры. Что же помешало Ржиге сделать работу над ошибками? За месяц или за месяц с половиной невозможно сделать такие огромные шаги. Но потихоньку мы идём, не кричим вперёд, что мы будем первые, вторые. Но делаем свою работу, все стараемся. И все остальные люди в дворцу и вокруг команды уже тоже почувствуют, что надо чуть-чуть добавить для этого, чтобы команда выступила как один. Это интервью Милоша, датированное началом прошлого сезона, показывает, что уже в начале своей работы в СКА он понимал, что от него требуется. Главный вопрос – Ржига не смог или всё-таки не захотел идти наперекор себе своему видению построения игровой системы СКА? Рассмотрим оба варианта. Пан Милош честно пытался исправить ситуацию, вот только делать ремонт в машине, когда она набрала полный ход, проблематично. Да и вообще, о каком ремонте идёт речь, если команда исправно набирает очки и находится в лидерах конференции? Трибуны на домашних матчах СКА всегда под завязку, людям хоккей по-ржиговски нравится, так что, может быть, и так сойдёт. А вось и руководители оценят. Не оценили. Все в городе на Неве прекрасно понимали, что такой хоккей хорош, как зрелище, но вот добиться результата с такой игрой будет проблематично. Опыт прошлого подсказывает. Поговаривают, что приложил руку к отставке тренера и Илья Ковальчук. Хотя в это верится с трудом. Такой же эмоциональный, заводной, поэтому приятно играть с такого тренера. Однако, как известно, дыма без огня не бывает. Мало верится, что принимая решение об увольнении наставника, руководители СКА не посоветовались со своим капитаном. Для Ильи никаких секретов в хоккее нет. Он прекрасно понимает, что с таким хоккеем в плей-офф делать нечего. Скорее всего, он озвучил боссом свою точку зрения. Как говорится, ничего личного. Вне всяких сомнений, злую шутку с Милошем сыграла его эмоциональность. В хоккее без эмоций никуда. Вот только польза от них идет тогда, когда они направлены в правильное русло. В ситуации с Аржигой такое происходит не всегда. За примером далеко ходить не надо. Первый матч прошлогоднего финала Запада против Динамо. Незасчитанный гол Мортенсона. После этого тренер вместо того, чтобы успокоить своих игроков и направить эмоции в их сторону, сжег себя в спорах с арбитрами. Выпустил ситуацию в матче из-под контроля. В итоге, после возобновления игры, армейцы практически сразу пропустили решающую шайбу. Что-то подсказывает мне, что нечто подобное могло произойти и в воскресенье после матча против Витязя. Возможно, руководители СКА, недовольные тем, что в очередной раз их команда выдала нервный матч, предъявили тренеру претензии. Милош в горячке высказался в духе «Ага, раз такие умные, сами идите и тренируйте». После таких слов вопрос о дальнейшем пребывании Ржиги на посту главного тренера СКА решился не в его пользу. «Недовольство нами зрело уже давно. Считаю, что мы делали хорошую работу, и люди это оценили. Не зря, наверное, по 12 тысяч человек ходили на каждый матч. Обидно, конечно, но такова жизнь. Пока причины непонятны. Смотрите, что происходит сейчас со Спартаком, Атлантом, клубами, в которых работал Ржига. Мы понимали, что нынешний сезон – наш последний в СКА. Но то, что матч с Витязем последний, точно не предполагали». Слова помощника Ржиги только подтверждают наше предположение. А вообще, хоккейный клуб СКА вошел в историю. Это какую волю надо иметь, чтобы уволить тренера, когда команда вышла на первое место в конференции. Да, такого в мировом хоккее точно не было. Однако случилось то, что случилось. Виноватого нашли. Второй извечный вопрос – что делать? Ответ один – искать тренера. Чем быстрее, тем лучше. Правда, эти самые поиски превратятся для боссов СКА в некое подобие русской рулетки. Попадешь – и ты герой. Ну а если нет, неудача во втором подряд плей-офф на берегах Невы, скорее всего, никому уже не простят. В других командах тоже лед тронулся. Когда турнирное положение подмосковных атлантов почти достигло Плинтуса, а фейсбук Коли Лемтюгова превратился в сплошной жизнеутверждающий список стихов и цитат, новый главный тренер Сергей Светлов нашел такие правильные и мотивационные слова для своих ребят. И те замахнулись аж на самой московской «Динамо». Очень результативно, кстати, замахнулись створ 5-2. Пока мы тищи ликовали, наш корреспондент Артем Дроздов побеседовал, забыл уже каким по счету, главным тренером Сергеем Александровичем Светловым, который, надеюсь, попытается и сегодня подобрать верный речитатив в игре против Салавату Елаева. Какова история вашего появления в Атланте? Клуб пригласил к себе руководство, со мной поговорили, я сказал свое видение хоккея, сказал свою концепцию. Я думаю, что моя концепция и мое видение игры, что можно с командой Атланта сделать, понравилось руководству. В общем-то, они приняли решение назначить меня. Какой хоккей под вашим руководством будет играть Атлант? Я кое-что поменял, кое-что переставили. Принцип системы игры, тактические действия по игре в своей зоне. Ну, в общем-то, времени так много, потихоньку будем дальше смотреть. В общем-то, надо думать о том, какая у тебя команда. Конечно, есть много мыслей, много идей, как играть, но надо думать о том, какие у тебя игроки есть, какой у тебя материал есть, из этого исходить, что где-то улучшить, усовершенствовать. Ну, и потихоньку, шаг за шагом идти дальше. Не смущало ли вас, что в Атланте часто меняют тренеров? Тренер подписал контракт, или его назначили, нам должен главного тренера. Жди увольнения, это всегда есть, оно может быть раньше, может быть позже. В общем-то, я пришел работать, я знаю, какую команду я взял. Я их сегодня несколько игр, много игр видел в Атланте в сегодняшнем сезоне. В общем-то, знаю, что меня ждет. В общем-то, я знаю, что нелегкий путь, скажем так, но легких путей не бывает. Я готов к работе работать на 100%. Удовлетворены ли вы тем, как в настоящее время действуют лидеры клуба? Жду, чтобы они, естественно, показали свою нормальную, хорошую игру, чтобы лидеры так же работали на команду, как команда работает на лидеров. Поэтому сейчас делить лидеры, там, звезды, в общем, у нас один коллектив, я это не хочу. Я считаю, что каждый должен вносить то, что он может на сегодня. И на сегодняшний момент все лидеры вносят свою лепту в копилку, свою самодачу в копилку команды. В общем-то, мы вместе дружно работаем командой. Ваша эмоциональность помогает вам в работе? Пока вот начало, когда команда еще, в общем-то, не совсем, скажем, все так делать, как хотелось бы, конечно, тяжело и сложно. Когда уже команда заиграет, будет оборот, будет машина работать, там может быть поспокойнее себя вести, нормальное явление. Но я думаю, я тут не кричу, там ничего такое, я просто постараюсь ребят как-то мотивировать, поподбудрить, чтобы они, в общем-то, полностью отдались и моменту, и игре, и самодаче. Я думаю, что в этом моменте я вижу, что это мотивационный момент с моей стороны, только помощь для ребят. Сможет ли «Атлант» в этом сезоне попасть в плей-офф? У нас сейчас нет ни одного проходного матча, у нас уже, скажем, он для «Атланта», уже плей-офф начался, поэтому у нас каждый год только на победу, потому что нам нужны очки любым путем. Поэтому я буду готовить команду, и команда понимает это, будем готовиться только на победу, каждую игру только на победу. Других путей нет. В свете увольнения «Ржиги» не поспешил ли «Атлант» с назначением? Посмотрим. «Ржига» профессионален и харизматичен, уверен, его возвращение в КХЛ будет настолько же нестандартным, как и увольнение. О других самых ярких моментах прошедшей недели в обзоре Дмитрия Пашковского. Встретились соседи, явно никто не планировал соли, попросить или фен, сразу стали грубить. Белись так, как будто последняя игра в жизни. Даже Криса Саймона повалили на лед, но это осталось за кадром. Тот обиделся и давай всех крушить. Хорошо, что здесь без серьезной травмы обошлось. После такого удара можно и кадык проглотить. Разборки отняли у игроков много сил, так что они часто предпочитали отдохнуть на таком холодном красивом льду. А победил Новосибирск с футбольным счетом. Бывает так, прицел сбивается даже у больших мастеров. Зато оцените силу выстрела. Сергей Гончар немного промахнулся. Хорошо стекла защищают болельщиков. Как всегда хороши Сергей Мазякин и Евгений Малкин. Магнитки взять бы, да и клонировать этих парней. А пока двоих не хватает даже, чтобы победить ее игру. Интересно, что решающую шайбу забил Антон Бут, который Металлурга в межсезонье оказался не нужен. Короче, отомстил и мстя была жестока. Пан Юлиус Шуплер, похоже, репетирует жесты регулировщика. Пока что отрегулировать Донбасс не получается. В Челябинске вежливые ребята помогают гостям во всем. Валерий Нечушкин подсобил Томашу старости. Перед вами ускоренный вариант смены. Игроки трактора вообще старались, чтобы команда из Ханты-Мансийска не утруждала себя. Не надо ездить, лучше отдохните, говорили они. В итоге радушные хозяева своего результата добились. Кто не смотрел этот матч, пеняйте на себя. Сериалы и голливудские блокбастеры отдыхают. Комские ястребы умудрились по ходу встречи четыре раза отыграться. И в итоге победить. Справедливости ради надо отметить, не выручал Андрей Мезин. Травма Майкла Гарнета, похоже, серьезно сказывается на пробиваемости трактора. У Акбарса на последнем рубеже все нормально. Константин Барулин вышел на свой уровень и теперь заставляет морщиться форвардов соперников. Спартаку ниже падать уже некуда. И сголодались по большим победам. Готовы каски грызть, но выиграть. Короче, кто больше хотел, тот и добился. Решающий бросок за капитаном Родивоевичем. Львов можно бить. Рецепт прост. Надо подпрыгнуть повыше. Им можно и забить. Главное, не обращать внимания ни на что. Потому как у пражской команды вратарь и защиты стараются работать синхронно. Смотрите, какой прыжок. А вот выиграть у чешской дружины на ее территории сейчас проблема. Не отстает молодежь. Накануне здорово время провели команды МХЛ. Сибирские снайперы и нижнекамские реакторы взорвались массовой потасовкой. 230 штрафных минут на двоих. До рекорда витязи далеко. Но какие годы они молодые могут догнать и перегнать. Дмитрий Пашковский, Хоккей России. Пока мы тут с вами шайбы считаем, за океаном считают упущенные возможности и миллионы, ускользающие от игроков. Вот еще чуть-чуть, и если локаут в МХЛ продлится дольше декабря, то наша лига, по словам Александра Медведева, возможно разрешит заявлять командам четырех иностранцев. Трудоустроим, Запад. Но мы тоже не будем терять ни времени, ни денег. Реклама на «России-2». Совершим небольшой временной камбэк. На прошлой неделе мы обещали показать сюжет, посвященный матчу в памяти Карла Рахунака, который прошел в ноябре в черском городе Злин. Там встречался ярославский локомотив с местным клубом. Любителям статистики, сразу скажу, матч выиграли россияне со счетом 4-2. Анализа игры в сюжете не будет. Там будут эмоции. Эмоции сильных мужчин, которым иногда очень тяжело, хотя со стороны кажется иначе. Маленький Матый успел запомнить отца. Он знает, что все большие и серьезные хоккеисты вокруг него и тысячи людей на трибунах, и вот эти неулыбчивые мужчины на льду, все тоже помнят его папу. Он не стесняется и даже позирует фотографом. Символическое вбрасывание. Матый Рахунак в свитере первого клуба своего отца. Напротив его последней команды. Ярославского локомотива. 9 ноября. Чешский Злин. Матч памяти Карла Рахунака. Матч, в котором встретились две команды одного капитана. Это была мысль моего друга провести матч между двумя судьбоносными командами в жизни моего сына. Командой, где он вырос, и командой, за которую играл перед трагедией. Ярославле на мою просьбу дали положительный ответ. В остальном надо идти вперед, думать о детях и внуках, которые остались. Забота о них укрепляет. Думаю, что несчастье должно объединять, а не разъединять людей. Официально это был чешский сбор локомотива. До сезона планировался тренировочный выезд в Швейцарию. Но от него сразу отказались, когда Злин пригласил приехать на матч Карла. После прошлогодней трагедии хоккей перестал быть для Ярославля только игрой и бизнесом. Он стал болью, надеждой и испытанием. Нелегко, на самом деле. Когда приезжаем в города, мы обязательно едем на кладбище к игроку, который играл за локомотив. В Злине локомотив пришел на могилу рахунока. Это была абсолютно закрытая часть чешского сбора. Только хоккеисты и тренеры. Никакой прессы, потому что это не пиар. Тяжесть от того горя не становится меньше. С ней ездят на сборы, летают на игры, выходят на лед домашней арены. Эта команда играет скорее не благодаря, а вопреки. В ней нет случайных людей. По словам Алексея Калюжного, нынешнего капитана локомотива, это был не вопрос контрактов, а вопрос личного желания. Ни одного человека не брали в состав просто так. Каждый внутри себя должен был решить, потянет ли он психологически. Решив трагедию с Лешей Черепановым, тот же Калюжный дал согласие выступать за Ярославля. Это тяжело, но с другой стороны, это проверяет, на что ты сам способен. Именно для себя, внутри ты понимаешь, что в какой ситуации ты должен быть мужчиной, если можно так сказать. Да, тяжело, да, сложно. Каждый матч начинается в Ярославле. Мы вспоминаем ребят, и это, опять же, непросто, но вспоминая их, мы думаем о том, что сегодня мы должны хорошо сыграть ради этих ребят, ради себя, ради этой команды. Где искать силы? Нужно продолжать жить дальше, нужно играть за тех ребят, которые погибли в этой авиакатастрофе, играть за них, постараться выиграть кубок, играть для болельщиков, которые потеряли команду. Партнер рахунка по сборной Чехии Петр Чаянок сейчас капитан Злина. Этот город, как он его называет, деревня с трамваем, его родина. И тоже его первый клуб. Понятно, что будет очень-очень тяжелым раундом, что наши друзья, которые ушли, всегда у них будем думать. И специально про меня, Карл и Павел Дмитриев, Йозефа, еще были хорошие друзья, поэтому эта игра будет очень-очень тяжелой. С другой стороны, для зрителей, для молодых ребят в нашей команде, это большой день. Могу попробовать, как Хайл ребритит, и мы не можем дождаться этого года. Билеты в Злине были раскуплены за две недели до матча. Тысячи людей в желтых свитерах, и на каждом из них сердце с буквами КР. Оно же на символическом свитере с номером 4. Номер Карла Рахунака в локомотиве и сборной. Поднимали свитеры его младшие братья, Иван и Томаш. Томаш выступает в пражском льве, Иван тоже в Праге, но в спарте. Почтить память друга приехали прославленные чешские игроки. Яромир Ягр, Роман Чехманок, Яков Ворачек и семья Йозефа Вашечка. После символического вбрасывания мата и рахунака, болельщики в полной тишине и с громким шелестом расправили огромный баннер в память о его отце и всем погибшем в локомотиве. И в этот момент казалось, что они рядом. Ксения Инденко, Валерий Харланов. Хоккей России. Чехия. Зли. В продолжении темы. Мои коллеги съездили в Ярославль и посмотрели уже не женским взглядом, чем живет нынешний локомотив. Как сплачивается команда, что любит на обед главный тренер Том Роу. И правда ли, что Семен Варламов самый закрытый вратарь лиги. Я люблю Борщ. Я очень люблю Борщ. Даже без перевода понятно, что этот высокий улыбчивый человек средних лет вполне вписался в российскую действительность. В хоккейной реальности у Тома Роу все обстоит примерно так же. Его локомотив среди лидеров конференции. Команда, которая в силу печально известных трагических причин комплектовали по сути этим летом, показывает зрелый и умный хоккей. Даже когда мы проигрываем 0-2, 0-3, мы все равно в игре и мы стараемся забить гол. Стараемся сравнять счеты и стараемся выиграть матч. Раздевалка локомотива утром следующего дня после очередной игры. Здесь всегда примерно так. Вне зависимости, была ли накануне победа или поражение. Победы, впрочем, случаются гораздо чаще. Собранные лица, привычное расписание, разминка в тренажерном зале, потом лед. Но между этим еще один обязательный пункт. Видеопросмотр. Разбор фрагментов предыдущей встречи. Присутствовать на таком собрании могут только хоккеисты и тренеры. Но и без того понятно, что Роу при помощи Юшкевича Борщевского и своего богатого опыта понял и принял различия в стилях североамериканского и европейского хоккея. Вызывает уважение, что в общем хоккей в России достаточно качественный. Необходимо хорошее движение, а значит и хорошее катание. Здесь высокие скорости. КХЛ становится более похожей по стилю на НХЛ. Но у вас нужно больше контролировать шайбу по всей площадке. Мне интересно и я доволен, что работаю здесь. Стиль атакующий, североамериканский. Связан с тем, что главный тренер Том Роу. И он нам много работал в национальной хоккейной лиге и выиграл кубок Стэнли. Поэтому наша команда играет активно. Стараемся больше играть в нападении. Но в первую очередь думаем о защите. Если и может вратарь оказывать формирование на стиль команды, то в Ярославле как раз такой случай. Семен Варламов номер один в команде и в лиге. В команде по статусу, в лиге по статистическим данным. Сейва Семена в матче против ЦСКА доказательство, что Варламов сегодня эффектен и эффективен на мировом уровне. При этом колесник и Сенфорд в клубе тоже отнюдь не для заполнения строчек стартовых протоколов. Подбор игроков без суперзвезд, но и без откровенно слабых имен. Еще одна причина того, что в середине регулярки клуб делит с Динамо и Питером первые строчки в таблице Запада. Капитан Калюжный, его ассистенты Вишневский и Виктор Козлов, они очень опытные игроки. Но, к счастью, у нас хорошая скамейка. Есть способные молодые ребята, и это для нас очень важно и ценно. Здесь всегда аншлаг. На каждой игре Арена 2000 наполнена эмоциями и нервом. Городообразующее предприятие и главная достопримечательность под одним именем. Трехкратный чемпион России и финалист КХЛ первого сезона, новый локомотив громко заявляет об амбиции их того же уровня в своем первом же сезоне. Андрей Журанков, Александр Бедарев, Иван Попов. Хоккей России Ярославль. Чемпион высшей лиги Торос отлично смотрелся в итальянских Альпах в полуфинальном турнире континентального кубка. Решающий матч против итальянского Бальцана состоялся в воскресенье. Видеопрагменты с этой игры только в нашей программе премьера на территории России. Благодаря Дмитрию Пашковскому. В Италии правда умеют играть в хоккей. Местные мастера отличаются от наших повышенной лохматостью и эмоциональностью. Чемпиону ВХЛ, Нефтекамскому Торосу, достались серьезные соперники. Для начала россияне скушали немецких ганнибалов. Ну, команда так называется. Затем переиграли датских лисов. Причем, если наши и забивали, то непременно красиво. Самым опасным соперником оказались хозяева клуб Бальцанские Лисы. Этот коллектив прославился тем, что аж 18 раз выигрывал чемпионат Италии. Но это не главное. В 1994 году несколько матчей за Бальцана провел великий и ужасный Яромир Ягор. Сейчас таких звезд в составе итальянского клуба нет. Пожалуй, стоит отметить только обладателя Кубка Стэнли шведа Никласа Хелмарсона. В итоге не повезло Торосу. В овертайме победу праздновали хозяева. Смотрите, как забили. После в 100-тысячном итальянском городке устроили настоящий праздник. Теперь Бальцана отправится в Донецк, где после Нового года пройдет финал континентального Кубка. За этот трофей, кстати, поборется и клуб из КХЛ Донбасс. Торос пока не в первой восьмерке. Там хозяйничает высочка сыра арка и опытный рубин. Бывший лидер ВМФ – шестой. Торос в 4 баллах от 8-го места. Вокруг него группа амбициозных средняков по именам и историческому опыту вполне достойных позиций повыше. А сейчас под концовку десерт из пяти блюд. Пятерка самых сочных и вкусных голов. С днем рождения, Коля Бэкстрем. Этот гол открывает нашу пятерку, хотя, конечно, так, ничего особенного. Просто его поздравили болельщики, он поздравил их, а мы поздравляем и Бэкстрема, и всех его фанатов. С днем рождения. Триллер «Увидеть все» с гудочеком в главной роли. Он мгновенно оценил, где соперники, как лежит шайба на крюке, и что вратарь уже на коленях. Дальнюю девятку он видел давно. Когда еще локомотив обижал всех в западной конференции, он отомстил красиво. Такой хоккей Питеру больше не нужен. Атакующий стиль ржиги материализует Калинин, Торресон и Мортенсен. Советская классика на троих. В исполнении интернационального российско-норвежско-шведского трио. В этой атаке локомотив скинул с себя цепи сломанное. Сергей Плотников освободился от защитника и поехал на пятак. Четыре братиславца в треугольнике комбинации, и все лежат. Потому что Анисимов освободился и ждал шайбу, чтобы сразу отдать ее Плотникову. Песня о добытой свободе. Солистов много, гол один. Простой и эффективный финт тракториста Егора Дугина. Все уехали направо, а он покатил к воротам. В итоге красивейший гол недели. Егор Дугин, следите за дугой его движения. Ну вот, пожалуй, все. Сразу после финальной шапки матч Металлург-Новокузнец ЦСКА. Кстати, ЦСКА приглашает всех 1 декабря отпраздновать 90-летие со дня рождения великого армейца Всеволода Боброва. В Дворце спорта на Ленинградке на лед выйдут Фетисов, Буре, сам Сергей Федоров и другие легендарные игроки нашего хоккея. Вход свободный. Любить хоккей – это все-таки единственная игра с шайбой. Но не могу не думать о СКА. Кто же на новенького? Самой вероятной кандидатурой многим видится Райму Суманин. Эмоционален, непреклонен, любит дисциплину. Генменеджер Касатонов был замечен на Кубке Карелла, что породило версию о наставнике финской сборной Юки Яланини. Умница, большой оригинал, но не любит звезд. Боюсь, по-любому питерцам придется учить финскую польку. Ну все, пока. Субтитры подогнал «Симон»